В то время как мы используем блага интернета, мошенники придумываются более новые способы обмана пользователей. На этот раз им приглянулась визитная карточка Одессы – оперный театр. Приятно знать, что те, кто зарабатывает на наши невнимательности, интересуются культурой. Но как обезопасить себя и не попасться на удочку злоумышленников? Пойдем разбираться. Совсем недавно на просторах сети появился новый вид мошенничества – продажи билетов в театры через неофициальные сайты. Схема довольно простая, но, по-видимому, эффективная. В социальных сетях незнакомец предлагает провести время в театре. Скидывает ссылку, где есть описание спектакля и выбор билетов для покупки. Правда, после оплаты покупатель остается ни с чем. Вкусы у мошенников хорошие, ведь для такой уловки они выбрали одесскую оперу. По словам руководства театра, это может быть связано с обновлением официальной страницы оперного. Всего месяц назад у театра заработал новый сайт, где с полной уверенностью, что вас не обманут, можно приобрести билеты. Позавчера мне написал мой знакомый, говорит, Паша, 19-го числа в оперном у вас спектакль, что-то с билетами не могу купить. Я говорю, какой спектакль? Он мне скидывает, ну шинель. Я говорю, стоп, какая шинель? У нас нет такого спектакля и не может быть. Это ни опера, ни балет. Говорит, так вот, и скидывает мне ссылку на сайт. А сайт, там написано, опера Одесса, дефис, афиша, ком.юэй. У нас нет такого сайта. Ну, то есть у нас есть официальный сайт, новый, красивый, опера.хаус.от.юэй. Единственный официальный сайт театра, когда мошенники пользуются оперным театром, это круто. Ну, значит, мы популярны. Ну, если бы никто сюда не ходил, значит, никто бы... Жаль, конечно, что спектакль не подобрали тот. Ну, написали бы «Лебединое озеро», там, еще что-то. Ну, как-то поработайте, ребята, поработайте. Надо, если уже обманывать, то красиво. Комментировать на камеру Одесского управления департамента киберполиции инцидент не стало. Но все же некоторая информация и поделилась. С прошлого месяца заявление о подобных случаях прибавилось. Правда, пока активных действий по устранению мошенников не планируется. Но уверили, обезопасить себя и распознать сайты-двойники можно. Для того, чтобы не попасть к мошенникам перед покупкой билетов или любого другого товара, необходимо проверить всю информацию на сайте. Отзывы, качество дизайна, совпадает ли адрес, скажем, юридического лица с тем, что написано на сайте. Внимательно читайте описание доменов, название ссылок и проверяйте их на наличие опечаток или подмены букв. Не открывайте гиперссылки в текстовых сообщениях, исходящих от незнакомых отправителей. Они могут перенаправить вас на так называемые сайты-двойники – поддельные версии, которые во многих случаях пытаются скопировать внешний вид официального источника. Перед тем, как оплатить услугу или товар, не забудьте убедиться в точности сведений и наличии обратной связи. Контактная информация поможет вам убедиться в том, что вас не обманывают. В принципе, сейчас самым популярным методом интернет-мошенничества является фишинг с английского рыбалка. По сути дела, это просто ссылки, которые ведут на какие-то левые сайты с целью как-нибудь обмануть людей. Обычно это началось все еще с нигерийских писем. Была такая большая волна писем нигерийских принцев, которые очень хотели с кем-то поделиться своим наследством. Сейчас это в основном выражается в ссылках, которые очень похожи на сайты, на которые вы хотите перейти. Это один из самых популярных видов мошенничества, с которым сталкиваются люди. Нужно внимательно смотреть, на какую ссылку вы переходите. Скорее всего, если это не тот сайт, там будет что-то не то. Либо лишняя тире, либо будет лишняя точка, либо она будет писаться как-то по-другому. Вам нужно зайти на сайт, допустим, кинотеатр.ua. Фишинговый сайт будет называться кино-театр.ua. Обычно эти сайты делают графику только главной страницы. Если вы подведете куда-то в раздел пользовательского соглашения, он, скорее всего, не будет проработан. Скорее всего, там будут какие-то минусы по функционалу. Возможно, у них будет устаревший дизайн, потому что сайт мог быть сделан, допустим, два года назад, фишинговый, для того, чтобы заниматься мошенничеством. После этого официальный сайт той компании, за которой себя выдают мошенники, мог быть изменен, он мог остаться предыдущим. Мошенничество в интернете, к сожалению, достаточно частое явление. Однако, понимая основные принципы работы киберпреступников, можно обезопасить себя и своих близких от рисков испортить себе настроение и потратить деньги впустую. Одесская опера призывает своих зрителей руководствоваться информацией исключительно с официального сайта театра. И, конечно же, почаще посещать новые спектакли. Уже завтра, 20 ноября, в оперном состоится премьера моноспектакля «Ожидание». Для театра такой формат на большой сцене в новинку, потому каждый, кто работал над постановкой, надеется на поддержку зрителя. «Карантин» нам дал возможность показать малую форму на сцене. То есть на спектакль завтра, 20 ноября, будет 4 человека на сцене. На нашу огромную сцену, это будет моноопера. То есть певица одна, музыкант, без оркестра, это тоже впервые, но для меня спектакль, где оркестровая яма не занята. То есть там никого не будет. И не под фонограмму. То есть сопровождение рояля и два артиста балета. Это все моноопера Древердиева «Ожидание», про женскую судьбу, про то, как она ждет мужчину. И это все отправная точка. Будет какой-то абсолютно другой спектакль. То, что в опере с оркестром мы не можем себе позволить, там это все будет. Чтобы как минимум сократить количество мошенников на просторах интернета, о них необходимо говорить. Не только о том, как избежать обманов, но и о тех схемах, которые уже существуют. Кибермошенники становятся все более изощренными и креативными. Поэтому мы рекомендуем всегда быть на чеку и проверять компании, которые работают в интернет-пространстве. Ходите в театр и покупайте билеты только в проверенных местах. На официальных сайтах или по старинке. В театральной кассе. Татьяна Бурунбейгер, Асим Олесенков, телеканал «Репортер». Тcharинка «Репортер» Трамп «Репортер».